Время для новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. В Донецке за сутки погибли 11 мирных жителей. Ожесточенные бои шли не только на окраинах. Снаряды падали и на центр города. Поврежден краеведческий музей, уничтожены ценные экспонаты. А в Моспино разрушена почти половина здания. Анастасия Певная продолжит. Я видела. А я видел. Вчера ночью. Не вчера, а завчера ночью. Я увидела. Жители Моспино, Буденновского, Петровского и Ленинского районов минувшей ночью не смыкали глаз. Гул арт-ородий сотрясал дома до самого утра. В пригороде Донецка Моспино повреждена почти половина зданий, сообщают в мэрии. На территорию поселка упали более девяти десятков снарядов. Разрушен частный сектор. Из-за обстрелов остановлена и работа шахты Моспинская. Брёвна перебитая. Стиральную машинку всё разбило. Где бы печка стояла, вот она валяется, разлетелась. Вон она. Под обстрел попал микрорайон Широкий. Люди едва успевали добегать до подвалов, чтобы спрятаться. Мы только из подвала вылезли. Почему ему одни свисты лететь? Вчера вечером снаряды летели на центральный Ворошиловский район. Местные жители сообщают, несколько мин разорвались возле отеля Виктории и стадиона Донбасс-Арена. Также частично разрушено здание краеведческого музея. Повреждены ценные экспонаты. Пострадали и частные дома в районе крытого рынка. Бои не смолкали и в Петровском районе. Здесь под артобстрел попал поселок Шахта-Трудовская, а также дома по улице Петровского, Добровольского и Житной. Тут тоже подрухнуло, шифер упал, вот изрешечённое. По покоцанному дому видно, что снаряд был осколочный, осколков прилетело прилично. Прямое попадание. На втором этаже тоже окон не наблюдается, так же, как на третьем и на четвёртом. Горловку ранним утром разбудили залпы арт-оруди. По сообщению местных жителей, вновь был обстрелен центр города, а также база оптовой торговли. Тут я раньше кондитерку покупал, да и тут покупал кондитерку. Тут были тысячи мелочей. Посреди Горловской улицы автомобиль с тремя погибшими. Люди, вероятно, попали под обстрел, пытаясь покинуть город. Уже несколько дней под артобстрелом посёлок Ясиновка между Макеевкой и Ясиноватой. Там повреждены несколько домов, а ночью снаряды разорвались на перроне Макеевского жидовокзала. Частично разрушено издание. Один туда пошёл обстрел. Ещё усеркнул. Я услышала, здесь сильно как бабахнет. Я к ребёнку подбежала, взяла ребёнка. Это самый свёкор пришёл, и мы в погреб спрятались. Украинские военные говорят, что их продолжают обстреливать со стороны России. Мы воюем, вместо не сепаратистами, мы воюем с Российской Федерацией. С техникой, оружием Российской Федерации. Там где-то сурка, реально. Которые ночью идут через кордон, колонны идут, колонны танков. Я не знаю, что там, что в Уралах они везут. И ракеты, и снаряды, и туреи. Всё, что угодно. В освобождённых городах работают сапёры. Они отмечают. Отступая, боевики минируют даже самые обычные предметы. Людям советуют не подбирать ничего на улице. Мы имеем в церусе при нас в жизни соответствующий пристрель, который сделала зубуховую реченую. И, скажем так, он великой шкоды для жизни не задастся, но людина на всю жизнь залишится коликой. Это может быть даже тварина, которая лежит на Узбичье долгий час. Ей необходимо проверять. Потому что есть случаи заменения тварин в качестве фугаса. В СНБУ сообщают о начале операции по освобождению Донецка и Луганска. Подробности военные пока не говорят. Маю сказать, что это не будет один или два дня. Были сконцентрованы главные силы для этого. Разроблены планы, планы заточения и планы за перекрытие поставок зброи, техники и людей, которые могут прибыть на помощь диверсантов и этих бандитов. Операция уже началась. Мы нафишируем початок операции. Анастасия Пьевная, телеканал «Донбасс». Донецк может стать вторым Чернобылем. Об этом заявил Михаил Волынец, глава независимого профсоюза «Шахтеров Украины». Семь обесточенных из-за боев шахт Донеччины затапливаются подземными водами. А это грозит экологической катастрофой. Подземные и грунтовые воды смешаются, после чего отравят питьевую. Если боевые действия затягиваются, то уровень подземных вод поднимается. Ци води забрудняются. Вони могут связаться с грунтовыми водами и отруить питьевую воду и все околочное средовище. Шахта управления «Донецкий рудник». Это в районе Донецкого репорта. Вы знаете, что в Копер было 17 влучений снарядами. Шахта не работает, затопливается. Блокада и непрекращающиеся обстрелы. 13-й день. Луганск без света и воды. Число погибших и раненых невозможно подсчитать из-за отсутствия связи, говорят в горсовете. В областном центре работают лишь несколько аптек и больниц. В город не поставляют лекарства и продукты. Местные комбинаты выпекают хлеб лишь благодаря электрогенераторам. Запасы топлива на территории города исчерпаны. Сегодня быт луганчан представляет из себя ночью обстрелы. Утром попытка решить какие-то жизненные дела, которые раньше занимали минуты, а сегодня на них могут идти счастливы. Сходить за хлебом, сходить за водой, приготовить себе элементарно пищу. И после обеда, как правило, город пустеет. Возобновляются обстрелы. Предводитель боевиков ДНР Игорь Гиркин, он же стрелок, подал в отставку. По данным СМИ самопровозглашенной республики, полковник главного разведывательного управления России перешел на другую должность. Однако на какую не уточняется. Также неизвестны и причины отставки. Информацию о ранении Гиркина в ДНР опровергают. Командование боевиками ДНР с приставкой ИО передали тренеру подзюдо Владимиру Кононову с позывным «Царь». Должность его заместителя опрочат однофамильцу отставного министра Николаю Стрелкову. За его плечами служба на командных и штабных должностях Минобороны России. Напомним, ранее покинул свой пост Александр Бородаев. Московский политолог передал должность премьер-министра самопровозглашенной ДНР выпускнику техникума промышленной автоматики Александру Захарченко. Также ушел в отставку уроженец Таганрога лидер луганских боевиков Валерий Болотов, якобы из-за ранения. На пост премьера пророчат Игоря Плотницкого, выпускника Пензенского артиллерийского училища. Боевик батальона «Восток» самопровозглашенной ДНР сдался украинским военным. Утверждает, в боях не участвовал, только охранял колонны с топливозаправщиками для танков и систем «Град». Эксклюзивно нашему каналу бывший подводник Северного флота рассказал, ополчение ДНР представляет собой хорошо вооруженную группировку, среднему и младшему составу, который дан зеленый свет для грабежа местных жителей. Накормивые, допросив бывшего боевика с позывным «КОТЭ», бойцы батальона «Артемовск» отвели его в город-отдел милиции. Теперь следователи должны установить, совершал ли раскаившиеся тяжкие преступления. Если нет, он будет амнистирован. Я увидел тот беспредел, что творится. Отжимают машины, отбирают, и грабеж, и все, что хочешь. Отношения, ну не всех, но некоторых личностей, отвратительные. Обычная шайка грабителей. Нет, есть те, кому деваться уже некуда после Славянска, такие, ну разные люди. Ну, большинство, понравился мотоцикл, забрали. Понравилась машина, забрали. Остановили фуру, там пару ящиков копченых крылышек, там колбасы, пару ящиков. В наглую забрали, да и все. Пускай его же, если так получится, что его смотрят, его же однополчане, так же обманутые люди, пусть складывают оружие. Если они не убивали, никого не калечили, то есть, я думаю, всем будет сохранена жизнь, и мирная жизнь наступит тогда быстрее. 50-е из 70-ти грузовиков с гуманитарной помощью от украинского правительства уже на Луганщине. В Старобельск прибыли автоколонны из Харькова и Днепропетровска. Они привезли вещи, предметы первой необходимости и продукты. На подходе и грузовики из Киева. Всего в Донбасс доставят 800 тонн правительственной помощи. Ее, по информации Луганской обладминистрации, распределят между жителями освобожденных Северодонецка, Лисичанска и Счастья. Груз повезут и в заблокированный Луганск, но уже при посредничестве Красного Креста. Единственное вопрос, которое остается больным, неизвестным, это вопрос безопасности доставки этого груза до Луганщина. Мы видели, что по территории Украины, контролированный украинской обладой, он прошел нормально, без проблем и так далее. Теперь остается вопрос, насколько боевики готовы пропустить этот гуманитарный груз. Безопасность – это очень важный элемент для нас, и нам нужны гарантии безопасности с двух сторон. Колона российской военной техники пробилась на территории Украины. Границу россияне пересекли на одном из пунктов пропуска в Луганской области, который контролируют боевики. Это подтвердили в Совете нацбезопасности. Военные говорят, в Украину вошла именно колона бронемашин. И движется она по неподтвержденным данным к позициям боевиков в Луганске. Что касается непосредственно гуманитарного груза, то он пока остается на российской пограничной территории. Хотя, по данным Красного Креста, сторонам таки удалось договориться. Белый конвой все еще недалеко от Камен-Шахтинского. Водители охотно поднимают тенты, демонстрируя журналистам, что везут. Кроме нагруженных под завязку машин, здесь немало и полупустых. Россияне объясняют, это резервные авто, якобы на случай поломки. В то же время рядом с КамАЗами появились другие машины. Вокруг появилось немало военных. Постоянно летают вертолеты, ездит военная техника. Я лично насчитал 12 машин, которые двигались в сторону украинской границы. Площадку со всех сторон утром окружили гусеничные колонны. В направлении украинской границы российские военные везут системы залпового огня. Движение этого милитаризированного конвоя журналисты нескольких западных изданий заметили еще накануне вечером. Признались впервые собственными глазами, видели, как российская армия открыто нарушает украинскую границу в районе пропускного пункта Изварина. Подтвердили очередное военное вмешательство и в Отечественном совете нацбезопасности. Из города Донецка, Ростовской области Российской Федерации, в Украину зашла колонна российской важной военной техники. Кількость и склад этой колонны уточняются. Но этот факт также был зафиксован представниками закордонных средств массовой информации, которые сейчас находятся в этом пункте пропусков. По информации Министерства иностранных дел Литвы, украинскую границу пересекли 70 военных машин, принадлежащих российской армии. За ее перемещениями будут следить в Евросоюзе. Чтобы помешать провокациям и дальнейшему обострению конфликта, Украина согласилась совместно с Красным Крестом и ОБСЕ осмотреть и оформить российский груз. Согласно достигнутым договоренностям между Украиной и Россией, грузовики проинспектируют украинские пограничники на территории Российской Федерации. А затем машины отправятся в Украину в сопровождении представителей Красного Креста. Фуры разгрузятся в Луганске, а после отправятся обратно в Россию пустыми. Согласно предварительному плану, в грузовиках останутся лишь водители и представители Красного Креста. Остальные сопровождающие, в том числе и военный эскорт, должны остаться на территории России. Анна Беднова специально для телеканала Донбасс. Искали защиту, а вышло наоборот. Переселенцев из Донбасса призывного возраста в Днепропетровске предлагают отправлять с помощью добровольческого батальона. Об этом на своей странице в Фейсбук заявил зам председателя Днепропетровской областной администрации Борис Филатов. Поддерживают ли такую инициативу переселенцы и военкомат, выясняли наши корреспонденты. Переселенцев призывного возраста необходимо отлавливать с помощью добровольческого батальона и ставить на учет в военкомате. С такой идеей в социальных сетях выступил замгубернатора Днепропетровщины. Выступили с инициативой перед УМВД области провести операцию НЕВАД силами батальона Днепр. Все беженцы призывного возраста, которые не желают становиться на временный учет, а также тунеядствуют, должны быть задержаны, оформлены и поставлены на воинский учет. У мужчин из Донбасса, собравшихся у Днепропетровского центра помощи, мнения по поводу инициативы Бориса Филатова разделились. 17-летний дончанин Эльдар выступает против того, чтобы в украинскую армию призывали его земляков. У 39-летнего Владимира военная специальность – командир переносного зенитно-ракетного комплекса. Переселенец убежден, так как у боевиков нет самолетов, в зоне антитеррористической операции ему делать нечего. Приехал с военным билетом. Я сразу сказал, что вот военный билет, если надо, сразу ставьте на учет. Я готов служить. Не вопрос. Просто я закончил военную кафедру, моя военная специальность сейчас не нужна. Я командир взвода по ЗРК. Пока у них самолетов нет. 30-летний Александр рассказал, Днепропетровский с Донбасса приехал с женой и детьми. Мужчина уверен, солдаты украинской армии необходимы. И если мобилизуют, пойдет служить. Ну, я думаю, что надо все-таки становиться на военный учет, потому что там у нас очень тяжело. И поэтому надо как бы защищать единую Украину. Не хотелось бы, конечно, дети маленькие, жена. Ну, если отправят, придется идти. В самом Днепропетровском центре помощи переселенцам затрудняются сказать, сколько мужчин готовы вернуться воевать в Донбасс. Есть такие люди, которые просто мечтают об этом, чтобы приехать сюда, оставить свои семьи и вернуться туда. Вот. Есть такие люди, которые даже не приходят к нам на регистрацию для того, чтобы остаться незамеченными, что они здесь. Люди очень разные. То есть, статистики такой прямой нет. В областном военкомате заверили, переселенцы обязаны выполнить свой воинский долг. Так же, как и другие граждане Украины. Но добровольцев среди них немного. Эти граждане, которые прибывают в Днепропетровскую область, они практически все, 100%, за исключением там около десятка лиц, которые стали на воинский учет и являются действительно добровольцами, эти граждане на воинский учет и становятся. Как скоро в Днепропетровской области начнется операция по отлавливанию мужчин-переселенцев, пока неизвестно. Сергей Зленко, Анастасия Галкина, Телеканал Донбасс. Ленин опад в Мариуполе. Минувшие ночью вандалы разрушили сразу два памятника вождю мирового пролетариата. Кому помешал Ильич, интересовалась Дарья Захарова. Еще вчера на этом месте стоял самый большой в Мариуполе памятник Ленину. Утром горожане обнаружили вождя поваленным. При падении восьмиметровый Ильич раскололся на куски. Ну, я не знаю, зачем, кому он мешал. Милиция расценивает действия злоумышленников как хулиганство. Скорее всего, использовался данный трос и грузовой транспорт для того, чтобы таким вот образом демонстрировать конструкцию этого памятника. Утром коммунальщики с помощью автокрана погрузили вождя на грузовик и увезли на реставрацию. Памятник мы забрали. На сегодняшний момент производят осмотр его специалиста для того, чтобы определить, восстановится он или не восстановится. Много трещин по самому памятнику и оторвали ноги. Минувшие ночи неизвестные пытались снести еще один памятник Ленину у мариупольского молокозавода. По словам коммунальщиков, вандалы действовали по той же схеме. Они этот трос растянули и дернули туда. Так что, голову оторвали? Да, по частям так что это. Ильич устоял, однако голова разбилась в дребезге. Так где голова? Глаза здесь где-то была? А, вот эта кепка была, да? Да, вот она осталась. На сегодняшний день уцелеть удалось лишь трем оставшимся в городе памятникам Ильича. Анна Миронюк, Дарья Захарова, телеканал Донбасс. Добрались до Киева на третьи сутки пассажиры поездов, которые позавчера из-за боев не смогли выехать из вокзалов Донецкой и Есиноватой. Наконец, добрались до столицы. Напомним, 13 августа два состава в киевском направлении и один до Санкт-Петербурга были остановлены. Из-за военных действий Донецкая железная дорога доставила пассажиров до Дружковки, а там они пересели на поезд Интерсити, который прибыл в столицу сегодня ночью. Отметим, Донецкий вокзал до сих пор не принимает и не отправляет поезда. Выехали, услышали взрывы, стрельбу. Поезд остановился. Мы долго стояли, стояли, стояли. Чуть ли не в поле. Мы, наверное, сейчас, наверное, там и стояли. Не туда, не туда. Вот мы стояли под обстрелами. Более двух тысяч переселенцев принял у себя освобожденный месяц назад Артемовск. Раньше убежище от войны здесь искали жителей Славянска. Теперь сюда едут из Горловки, Первомайска и Донецка. Как живут переселенцы, видели наши корреспонденты. Трасса из Горловки в Артемовск пустая. Через 30 километров отсюда передовая. Военные говорят, кто мог выехать по этой дороге, уже выехал. Зато по направлению из Луганска практически круглосуточно идут потоки автомобилей и автобусов с переселенцами. Почти на каждой второй машине табличка «Дети». Мальчишки, добравшиеся до безопасного города, играют в карты прямо на крыльце общежития. Почему уехали, малыши, будто вновь переживая все ужасы войны, едва слышно отвечают. Стреляют. Семья этого мальчика переехала из Первомайска лишь после того, как было уничтожено их последнее укрытие. Уехали 2-го числа ночи, потому что попало в бомбоубежище. А что там? Говорят, там уже города нет. Артиллерия разрушила дом этой женщины вместе с бомбоубежищем. Теперь живут с братьями по несчастью, одной большой дружной семьей. Вместе готовят, вместе коротают вечера. Говорят, горе их сплотило. Сегодня мы готовили перчик начиняли, нам помогли тросочки с мясом, и тептельки делали, и гречечку варили. У нас 10 человек, в общем, семейство, это, ну, нас всех подготовили. Переселенцам помогают только волонтеры и благотворительные фонды. Люди нуждаются не только в продуктах, но и в одежде. Ведь многие выезжали лишь в том, в чем бежали по улицам во время ночных обстрелов. На сегодняшний день нет ни государственной программы, нет ни городской программы, которая бы с местного бюджета оказывала какую-то поддержку переселенцам. Поэтому это все, в общем-то, на волонтерстве. И уже на сегодняшний момент, конечно, очень сложно. Поток увеличивается, и очень сложно обеспечивать их именно питанием, водой, продуктами. В Артемовске на данный момент более двух тысяч переселенцев. Ежедневно в город приезжают несколько сотен человек. Ведь далеко не во все освобожденные города пока можно вернуться. А многим даже после окончания боевых действий ехать просто некуда. Дарья Захарова, Алексей Куделя, Сергей Муас, телеканал Донбасс. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. На этом выпуск завершается. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова